Всем привет! Вы на канале МакТук. В этом видео я вам расскажу, что такое рост, среднее значение роста в мире и России, а также как же можно вырасти. Начнем с определения, что такое рост. Рост человека – это расстояние от самой верхней точки головы до плоскости стоп. В антропологии рост человека – один из самых общих антропологических признаков. Входит в список показателей физического развития человека. На рост человека влияет много вещей. Самое главное – это экологические факты, наследность от родителей, наследственные болезни, возраст, пол, место проживания и экология, где вы проживаете. Процесс роста. Рост человека отвечает гормон роста. У детей, подростков и молодых людей еще рост костей не зафиксирован, поэтому кости растут вдалену. А когда уже человек становится взрослым, этот гормон отвечает за то, что кости начинаются утолщаться, утолщаться и становятся крепче. Человечество постоянно растет. Если 50 лет назад средний рост человека составлял 160 см, то сейчас он составляет на 5 см больше, чем 50 лет назад. Способы увеличить свой рост. Существует два способа увеличить свой рост. Это хирургический и физиологический способ. Хирургический метод. Хирургический метод предполагает оперативное вмешательство в организм человека. При таком вмешательстве кости голени и бедра стекаются, после чего операционный сегмент удлиняется при помощи специальных оборудований, которое позволяет выполнить продольное увеличение кости ткани в среднем на 1 мм в сутки. В настоящее время существует несколько специализированных центров, выполняющих подобную операцию. Хирургический метод дает хорошие результаты в любом возрасте. Данного способа больше минусов, чем плюсов в виде роста. Например, долгий срок восстановления после операции. А второе – непропорциональность организма, потому что ваши ноги будут длиннее, чем остальное ваше тело. Но не расстарайтесь, есть еще другой способ – физиологический метод. Логический метод основан на естественной способности зон роста увеличить продольный размер костей скелета. Но в отличие от хирургического метода, этот способ больше пригодится, когда вы молодой. Например, до лет 24-25. Ну, это по моему мнению. Биологический метод включает в себя физические упражнения, такие как висение на турнике, вытягивание, прогибы, особое питание, биологические добавки к пище, специальные режимы сна и специальные режимы дня. Физиологический метод требует больших затрат времени. И с сравнением с хирургическим методом, физиологический метод не такой уж и способный. Вы увеличите там на пару 2-3 см. Но если вы комплексуете 2-3 см, вам достаточно. Потому что 1 см может решать многое. Есть плюс в том, что вы не будете страшным человеком, как в хирургическом методе. И вы можете этим заниматься во время работы, учебы и отдыха. Просто вам надо выделить там 2-3 часа на упражнения. Я думаю, что даже часа хватит. Средний рост человека в России. По данным 2013 года, средний рост у мужчин составляет 178 см, а у женщин 166 см. Возрастное изменение возраста. Человек растет неравномерно. Быстрее всего длина человеческого тела увеличится во время внутритробного периода. При рождении рост мальчика в среднем досягает 51,5 см, а у девочек 51 см. Первый год жизни ребенок растет в среднюю на 24 см. Во второй и третий год на 10 см. С трех лет до семи на 6-6,5 см. Период полового созревания к росту прибавляется примерно 5-7 см в год. Поскольку у девочек половое созревание начинается раньше, то они могут обогнать мальчика в росте. Но после 14 лет мальчики догоняют и перегоняют снова своих ровесниц. Самая главная новость. Рост у мужчин завершается в среднем в 18-20 лет. У женщин в 16-18 лет. Если кто еще не верст до этого возраста, не расстраивайтесь. Вы еще можете вырастить. Вырастить, точнее. Если эта информация вам понадобится. А если вам эта информация пригодилась, или вы узнали очень много интересного, или хотя бы что-нибудь интересное, то поставьте хотя бы лайк, или прокомментируйте. А в лучшем случае подписывайтесь на канал, и смотрите следующее видео. Всем пока!